Волох, Дочага, Добелозерск. Частные перевозчики могут отвезти вас куда угодно. Быстро, недорого и в хорошей компании. Машин там много. Первую машину набрали, уехала вторая машина. Как в магазине. Учередь занял, набрал машину, поехал. Следующая машина. Мужчина утверждает, что все водители работают официально и даже билеты выдают. Однако предоставить нам документы перевозчики не смогли. Лицензию не спрашивают и сами пассажиры. Для них, главное, низкие цены. Однако, такая экономия может стоить жизни, отметил глава города Юрий Кузин. Бороться с частными перевозками трудно, признались в автоколонии 1456. Мешает сильно очень. Их порядка 15 человек ежедневно здесь стоят, двух хода, и практически ловят пассажиров за руку. Но бороться у нас, в принципе, автовокзала и автоколонны возможности нет. Здесь должны силовые структуры заниматься. Безопасности пассажиров городские власти уделяют особое внимание. Юрий Кузин дал поручение руководству автоколонны убрать частников территории автовокзала. А заодно навести порядок на автостанции. Без внимания не осталось и само здание вокзала. Его отремонтируют в течение нескольких лет. На это потребуется почти 60 миллионов рублей. Сделаем так, чтобы пассажирам было еще удобнее. То есть никаких идей о закрытии, реконструкции, передаче в частные руки, продаже вокзала. Таких с кем даже не рассматривается. Это в будущем. А сейчас автоколонна готовится к летнему сезону, который стартует в начале мая. Смогут ли пенсионеры рассчитывать на 10-процентную скидку? Пока вопрос. Что касается пригородных автобусов, их появится больше, говорят специалисты. Дополнительные рейсы запланированы в выходные и в праздничные дни. Расписание автобусов можно узнать на сайте автоколонны 1456 и по телефону 672624. Татьяна Жданова, Дмитрий Махов. Новости.